Приветствую вас! И что-то заключается в том, что вы в своем вопросе написали несколько важных моментов, но при этом совершенно их не раскрыли. Например, вы написали, что вы живете раздельно с мужем на расстоянии, то есть. Но не написали, что послужило причины этому и когда и есть возможность того, что вы зайдете в нос. Вы написали, что мужчина отдаляется от вас по вашему мнению. При этом вы как единственный симптом этого выделяете лишь только тот факт, что он не говорит о чувствах. Конечно, может быть, вы имели в виду совсем другое. Может быть, лишь это один из многих проявлений, одно из многих проявлений его отдаления. Но по факту, по вашему сообщению, получается именно так. И отсюда можно высказать следующие рекомендации, которые являются скорее слишком общими, чем конкретными, потому что слишком мало информации вы предоставили для того, чтобы давать вам более конкретные рекомендации. Значит, начнем, пожалуйста, с того, что если действительно у мужчины нет больше никаких проявлений отдаления от вас, а только лишь тот факт, что он не говорит больше о своих чувствах, то это еще не повод думать, что он действительно от вас отдаляет. Может быть, мужчине очень тяжело находиться без вас, и он, чтобы не травить свою душу, чтобы лишний раз не терзать свое сердце, чтобы, может быть, вас не терзать, он не хочет говорить о своих чувствах. При этом со стороны это выглядит так, как будто он действительно от вас отдалился. Но в действительности это может быть совершенно ошибочное мнение. И вот, чтобы не делать поспешных выводов, необходимо для себя решить следующее. Вы лучше дождитесь, когда он вернется. Дождитесь, когда он снова будет с вами, и тогда уже вы сможете принять верное решение, принять соответствующее решение, и сделать правильный вывод, совершить правильные поступки относительно важных отношений. Сейчас, пока он на расстоянии от вас, вы не можете видеть ситуацию целиком и полностью. Вы ее просто-напросто не знаете. Вы не имеете о ней, к сожалению, никакого представления. И любой вывод, любое решение, любой поступок, совершенный вами, сейчас приведет лишь к тому, что вы. И принимает часть, ту часть, которая вам видится. Эта часть, как вы, наверное, поняли, часть связана с внешними проявлениями его отдаления, да? Принимая часть за целое, вы доверяете своей интуиции. Но проблема в том, это всегда риск. Принимать часть за целое и действовать так, как будто это целое является реальной картиной мира, всегда риск. Риск ошибиться. Риск неверное решение принять. Риск совершить неправильный, ошибочный поступок. А ведь он может привести к тому, что вы рад получите свою семью. И этого, я уверен, вы не хотите. Поэтому очень рекомендую вам, пока ваш мужчина не с вами, не предпринимать никаких действий, а просто немножечко подрастать, вести себя позитивно, доброжелательно, вежливо, терпеливо, обходительно и выдержать. Чтобы мужчина видел, что вы настроены спокойно, настроены положительно, настроены неагрессивно. И самое главное, вы не усугубляете без того непростую ситуацию, например, для него самого, когда, если ему действительно, например, без вас тяжело. Но вместе с тем необходимо постоянно говорить о том, о том периоде, о том моменте, когда вы будете вместе. Потому что без перспектив, если у вас нет перспектив, перспектив вновь жить вместе, да, вы не сможете сохранить свои отношения. Вы не сможете сделать их полноценными. И отдаление будет все дальше и дальше все больше и больше. Поэтому два основных ориентира, которые можно вам порекомендовать. Это ориентир на выдержанное, вежливое, позитивное отношение к нему. И второй ориентир, это, значит, мысли о том, значит, направленных на то время, когда вы будете вновь вместе. И установка себе такого плана, что решение окончательно вы будете принимать лишь после того, как он будет с вами. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в свою личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо. Спасибо. Спасибо.